РОБЕРТ ШЕКЛИ БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО Читает Александр Большишальский «Лучшие земли в галактике погублены!» Горестно простонал клиент, верзила двух метров ростом, с интенсивно голубым цветом лица. Из отверстий, напоминающих смазочные, катились крупные слезы и падали на щеголеватую, похоже, дорогую сорочку. В течение целых пятнадцати минут он невразумительно бормотал о постигшем его несчастье. «Успокойтесь, сэр!» С участием промолвил Ричард Грегор, весь подобравшись на стуле. Он сидел за огромным старинным письменным столом из орехового дерева. «Астрологическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды, сокращенно ААА ПОПС, с готовностью решит все ваши проблемы». «Но объясните нам, сэр, характер ваших проблем». В свою очередь, учтиво справился Арнольд. Клиента все еще переполняли эмоции. Наконец он осушил слезы огромным носовым платком, с надеждой посмотрел на компаньонов фирмы ААА ПОПС и сказал. «Разорение! Вот что меня ждет, мои лучшие поля!» «Мы понимаем вас, сэр», — ободрил его Грегор. «Но объясните, почему вас ждет разорение?» «В Биттерлаге, на планете Сир, у меня есть фирма!» Наконец, взяв себя в руки, начал рассказывать сирянин. «Я засеял зерновыми и другими культурами около восьмисот акров и жду восходов в этом месяце. Но как только поля зазеленеют, проклятые крысы начисто сожрут восходы!» «Эээ, крысы?» — удивился Арнольд. «Да, так у нас называют этот вид грызунов семейства Альфикс-Дрэка!» Слезы снова заставили беднягу полей за платком. «В этом году настоящее крысиное нашествие! Мои поля кишатыми! Я перепробовал уже все средства, но эти твари плодятся быстрее, чем подыхают!» «Сняв урожай, я стану богатым, хорошо заплачу, если вы избавите меня от этой дряни, джентльмены!» «Думаю, мы сможем вам помочь», — заверил его Арнольд. «Разумеется, предварительно необходимо познакомиться с обстановкой. Мы предпочитаем знать заранее, с чем придется иметь дело». «Да, да, то же самое я слышал и от других фирм, но время не терпит!» — с горечью промолвил Сирянин. «Я вложил в землю весь свой капитал. Через пару недель появятся всходы, и все они тут же будут уничтожены крысами! Вы должны покончить с этой напастью до того, как зазеленеют поля, джентльмены, помогите!» Длинное худое лицо Грегора не выражало особой радости. Он был весьма консервативен в своих решениях и действиях, и ему не нравился такой подход. Из-за самоуверенности и бахвальства Арнольда их фирма почти всегда несла убытки, заключая практически невыполнимые контракты. Грегор противился этому как мог, но, видимо, без риска не обойтись, если затеваешь такое дело, как антиэнтропийное агентство, и не имеешь ни гроша в кармане. Однако в последнее время им везло, образовалась даже кое-какая прибыль, и Грегору не хотелось рисковать. Вот почему подозрительный блеск в глазах компаньона настораживал его. Сам клиент не вызывал у Грегора недоверия, но кто знает, как все это может обернуться. Вдруг на самом деле крысы окажутся двухметровыми детинами с бластерами в руках. У фирмы ААА Попс уже бывали подобные непредвиденные сюрпризы. А вам раньше приходилось бороться с вредителями полей? Спросил он у серянина. Ну, конечно, но то были случаи, не представляющие проблемы, например, летучие висюки, ползущие скегли или гниль обыкновенная. Это привычные заботы фермера. А почему сейчас с крысами возникли проблемы? Да откуда мне знать? Сердито буркнул серянин. Говорите прямо, хотите заработать или нет? Ну, конечно, хотим. Поспешил согласиться Арнольд. Мы готовы начать хоть сейчас, и... Нам с партнёром надо сначала посоветоваться. Решительно вмешался Грегор и вытащил Арнольда в коридор. Кротышкой толстяк Арнольд, как всегда, был полон энтузиазма. Его дипломированного химика интересовало абсолютно всё. Он был напичкан самой невероятной информацией, подчеркнутой из десятков научных и технических журналов, которые выписывал, не без ущерба для бюджета фирмы. Добытая таким образом информация, не приносила практически пользы. Мало кого интересовало, зачем аборигены планеты Дэнап-Икс упорно ищут наилучший способ массового самоубийства. Или, например, почему в созвездии Дрея животный мир представлен только летающими видами. Но если бы кому-нибудь захотелось узнать это, Арнольд охотно поделился бы информацией. «Интересно, во что мы впутаемся на этот раз?» сказал Грегор другу. «Что это за семейство Альфикс-Дрэке?» «Это вид грызунов», тут же пояснил Арнольд. «Чуть поменьше наших земных крыс и не такие агрессивные. Они питаются растительной пищей, живут на полях, в траве и в мелколесье. Как вид, ничего особенного из себя не представляют». «Так-так, а если их там десятки миллионов?» «Да тем лучше. Я говорю вполне серьезно, если бы клиент попросил нас доставлять ему каждую пятидесятую из уничтоженных крыс, я бы не взялся за это дело. Ведь тогда бы нам грозило потратить весь остаток жизни на поиски последних пяти или шести зверюк. Но, как я понял, от нас требуется вернуть популяцию крыс к обычной доэпидемической численности. А этого мы вполне можем добиться, если оговорим все условия в контракте». Грегор, понимающий, кивнул. «У его компаньона, хотя и очень редко, но все же появлялась деловая хватка». «А мы сумеем вовремя справиться с ними?» – все же приспросил он. «Да без всякого сомнения, имеется несколько способов борьбы с грызунами. Организация, один из них неплохой, или, например, система турнье. Нам понадобится не более нескольких дней, чтобы уничтожить этих грызунов». «Ну ладно», – сказал Грегор. «В контракте надо уточнить, что мы будем заниматься только крысами семейства Альфекс-Дреке для полной ясности». «Ну и хорошо». Они снова вернулись в контору. Незамедлительно был составлен договор, в котором фирма ААА Попс бралась за месяц истребить как можно большее число крыс на ферме заказчика. За каждый сэкономленный день компаньонам полагалось дополнительное вознаграждение, а в случае задержки – штраф за каждый просроченный день. «Пока вы будете этим заниматься», – сказал серианин. «Я отправляюсь в отпуск. Вы действительно считаете, что удастся спасти урожай?» «Не беспокойтесь», – заверил его Арнольд. «У нас есть оборудование для проведения, морганизации, аппараты для обработки зараженных мест по системе турнье. И тут и другие способы весьма эффективны». «Я знаю», – ответил клиент. «Я тоже пользовался ими, но, возможно, я что-то не так делал. Ну что же, всего вам хорошего и желаю удачи, джентльмены». Грегор и Арнольд еще долго молча смотрели на закрывшуюся за клиентом дверь. На следующий день, загрузив корабль оборудования, кипы руководств, яда химикаты, ловушки и прочую аппаратуру для уничтожения грызунов, друзья направились на планету Сир. После четырех дней путешествия, без каких-либо приключений, они, наконец, увидели под собой зеленеющие поля планеты Сир и береговую линию Биттерлага. Справившись по карте, определили место посадки. Берни Спирит, ферма их клиента, была действительно прекрасным уголком. Аккуратно распаханные поля и сочные луга, вековые деревья с густыми кронами, величественно чернеющие на фоне вечернего неба. А небольшой, но очевидно, глубокий пруд поражал своей синевой. Однако признаки запустения и нашествия крыс сразу бросались в глаза. Лужайки пестрели пятнами голой земли, листья деревьев, росших вокруг дома, казались увядшими и неухоженными. Внутри дома на мебели и стенах повсюду виднелись следы крысиных зубов и с грызинами оказались даже массивные потолочные балки. «Да уж, не повезло, бедняги!» посочувствовал клиенту Арнольд. «Это нам не повезло», поправил его Грегор. Обход дома сопровождался неумолкающим писком невидимых грызунов, попрятавшихся в щелях и норах. Когда Арнольд и Грегор приближались к дверям комнат, там сразу поднимался шум паники разбегающихся тварей. Но друзьям так и не удалось увидеть ни одной крысы. Паразиты успевали разбежаться до появления непрошенных гостей. Наступил вечер, и уже не было смысла приступать к работе. Однако Арнольд и Грегор расставили все виды ловушек, чтобы проверить, какие из них наиболее удачны против этих грызунов. Затем друзья достали спальные мешки и приготовились ко сну. Арнольд умел засыпать в любых условиях, но для Грегора ночь выдалась малоприятной. Целые полчища крыс проявляли невиданную активность. Было слышно, как они бегают по полу, натыкаются на ножки столов и стульев, грызут двери, прогуливаются по стенам. А едва Грегор задремал, тройка самых наглых зверьков оказалась у него на груди. Смахнув их рукой и поплотнее завернувшись в спальный мешок, он все же смог на несколько часов отключиться. Утром компаньоны произвели осмотр ловушек и убедились, что все они пусты. Несколько часов ушло на выгрузку из корабля, сборку и установку громоздкого оборудования Моргана. Пока Арнольд заканчивал последнюю пригонку деталей, Грегор извлек аппараты турнье и опоясал дом электропроводами. Наконец, друзья уселись и стали ждать массового истребления грызунов. Наступил полдень. Прямо над их головами висело горячее маленькое солнце планеты Сир. Оборудование Моргана гудело и ворчало, словно разговаривало само с собой. Над проводами аппаратов турнье то и дело вспыхивали синие разряды. А больше ничего интересного не происходило. Медленно натянулись долгие часы ожидания. Арнольд успел прочитать все руководства по борьбе с грызунами. Грегор вытащил колоду потрепанных карт и мрачно раскладывал пасьянс. Оборудование работало и монотонно жужжало, как и было обещано в прилагаемой инструкции. А электроэнергия оно съедало столько, что хватило бы на освещение небольшого городка. Однако в результате не появилось ни одного крысиного трупа. К вечеру стало окончательно ясно, что этим крысам ни страшны ни морганизация, ни турниеризация. Пришло время ужинать и решать, что же делать дальше. «И как им удается избежать опасности?» спросил озадаченный Грегор, сидя на стуле и держа в руках открытую банку саморазогревающихся мясных консервов. «Мутация?» не задумываясь, ответил Арнольд. «Да уж, вполне возможно, уникальный ум, адаптация». Грегор механически жевал рубленое мясо. В кухне, где они сидели, слышалось беспрестанное царапание коготков по полу, шорох тушек, трущихся о стены нор. Но ни одной из крыс так и не удалось увидеть. Арнольд снял упаковку с яблочного пирога. «Произошла мутация, притом потрясающе хитрая, черт побери. Нам надо во что бы то ни стало поймать хотя бы одну крысу, иначе не разобраться, с чем мы столкнулись». Но поймать даже одну крысу оказалось ничуть не легче, чем уничтожить тысячу. Крысы не показывались, не попадались в крысоловку, обходили приманки, западни и одурманивающие наживки. Полночь Арнольд решительно заявил. «Это невероятно». Грегор рассеянно кивнул. Он заканчивал установку нового типа ловушки, большого металлического ящика, зазывающий открытого с двух сторон. Если сюда забредет какая-нибудь глупая крыса, то по сигналу от фотоэлемента дверцы молниеносно закроются. «А теперь посмотрим», закончив подготовку, удовлетворенно сказал Грегор. Оставив ящик на ночь в кухне, они перешли в гостиную. В половине третьего ночи дверцы ящика громко захлопнулись. Арнольд и Грегор поспешили в кухню. В ящике слышен был шум, отчаянное царапанье и писк. Грегор зажег свет и поставил ящик стаймя. Хотя он знал, что ни одна крыса не сможет подняться по скользкой отшлифованной стенке, он все-таки начал открывать верхнюю дверцу медленно, с большой осторожностью, сантиметр за сантиметром. Писк усилился. Оба компаньона с интересом заглядывали внутрь ловушки, надеясь наконец увидеть крысу в полной форме побежденного врага с белым флагом в лапах. Но они не увидели ничего. Ящик был пуст. «Она же не могла убежать!» разочарованно воскликнул Арнольд. «Или прогрызть металлический ящик. Эй, погоди, ты слышишь?» В ящике продолжались возня и писк. Казалось, что крыса скребет лапами стенку ящика, отчаянно пытаясь выбраться наружу. Грегор сунул руку в ящик и осторожно провел пальцами по стенкам. «Ой!» вскрикнул он и быстро выдернул руку. На указательном пальце были видны два небольших следа от зубов. Шум в ящике усилился. «Кажется, мы поймали крысу-невидимку», мрачно изрек Грегор. Клиент с планеты Сир отдыхал в Тококини Кластер в отеле Моджестик. Потребовалось два часа, чтобы связаться с ним по межпланетному телефону. Свой разговор Грегор начал с крика. «Вы ни словом не упомянули, что ваши крысы невидимки». «Неужели?» удивился Сирянин. «Это досадная плошность с моей стороны, ну и что, что дальше?» «А то, что вы нарушили контракт», орал Грегор. «Нет, не чуть, мой адвокат, который случайным образом тоже отдыхает в одном отеле со мной, утверждает, что невидимость животных подпадает под определение естественного свойства защиты, как, например, изменение окраски, и упоминать об этом в контракте, как о чем-то исключительном не требуется. Кстати, в юридической практике судьи не принимают во внимание состояние невидимости, даже если есть возможность доказать, что оно имеет место. Судьи называют такой феномен относительной видимостью, в общем, это никак не может считаться нарушением контракта». От подобной наглости Грегор лишился дара речи. «Нам, бедным фермерам, приходится защищать себя, вы же знаете», продолжал меж тем серианин. «Но я верю в вашу способность справиться с порученной работой, до свидания». «Он-то сообразил, как защитить себя, черт побери», проворчал Арнольд, кладя трубку. «Если нам удастся уничтожить это невидимое полчищо крыс, он окажется в большом выигрыше, а если нет, просто возместит расходы, оштрафовав нас за невыполнение контракта». «Невидимки они или нет?» упорствовал Грегор. «Номорганизация должна сделать свое дело». «Однако ничего не получилось», возразил Арнольд. «Я знаю». «А почему не получилось? Почему не сработали ловушки или система турнье?» «Потому что это крысы-невидимки». «Так какое это имеет значение? Крысиный нюх у них остался, правильно? Они же обыкновенные крысы и сами сознают это». «Думаешь, нет?» «Ну что ж», промолвил Арнольд, «если их невидимость следствия мутации, то их обоняние и другие чувства тоже могли претерпеть изменения». Грегор сосредоточенно нахмурился. «А изменения в их органах чувств потребуют от нас соответствующих изменений в борьбе с ними. Нам прежде всего надо узнать, чем этот вид крысы отличается от других нормальных грызунов». «Кроме того, что он невидим глазу», добавил Арнольд. «Но как можно проверить органы чувств невидимой крысы?» Грегор решил начать с построения некоего лабиринта из лучших экземпляров мебели в доме фермера. По замыслу стенки лабиринта должны были ярко освещаться, когда мимо пробегала крыса, таким образом предполагалось отслеживать маршруты передвижения грызунов. Арнольд же экспериментировал с красителями в поисках такого, который вернул бы крысам их видимость. Одно из красящих веществ оказалось настолько естественный облик, словно по взмаху волшебной палочки перед глазами возник экземпляр удивленно моргающего грызуна с подвижным чутким носом. Тварь с возмутительным равнодушием посмотрела на Арнольда и бесстрашно повернулась к нему хвостом. Затем уникально быстрый процесс обмена веществ поглотил краситель, и крыса снова исчезла из поля зрения. Грегору все-таки удалось, погоняв по лабиринту, поймать десяток экземпляров крыс-невидимок, но те оказались крайне непослушными. Большинство из них не желали двигаться предложенным маршрутом, пренебрегали едой, только играли с нею, а попробовать решительно отказывались. Даже электрошок не действовал. Однако в целом опыт дал кое-какие результаты. Он подтвердил полную непригодность для данного случая той аппаратуры, которую компаньоны привезли с собой. Как и всякое громоздкое оборудование, системы Моргана и Турнье были рассчитаны на нормальных грызунов, которых можно завлечь в ловушку и истребить руководствуясь их основными инстинктами, голодом и страхом. Только для таких животных и подходила эта аппаратура. Все шло своим чередом, пока в популяции преобладал обычный вид грызунов, а как только животные стали меняться, потребовался и новый способ борьбы с ними. Крысы на этой ферме свыклись с тем, что они невидимки. Отныне им не был присущ панический страх, ибо никто теперь их не преследовал. Исчезла необходимость спасаться бегством и набрасываться на пищу. Они находили ее где угодно и когда угодно. Таким образом всегда были сыты. Их больше не прельщал аппетитный запах или предмет необычной формы или новый звук. С помощью систем Моргана и Турнье можно уничтожать лишь отдельных крыс, которые не успели или не смогли адаптироваться к новому состоянию невидимости. Это лишь заставляло всех, всех остальных, адаптироваться быстрее в новых условиях. Что же произошло с извечными врагами крыс, призванными сохранять естественный баланс природе? Чтобы узнать это Арнольду и Грегору предстояло немедленно, в самом срочном порядке изучить фауну Биттерлага. Мало по малу факт за фактом, они восстановили все, что, по-видимому, здесь произошло. На планете Сир у крыс были свои враги. Летучие висюки, дрыги, древесные скурлы и аминюги. Все эти неимоверные твари не смогли, однако, в начасе измениться. Прежде всего, они принадлежали к миру видимых существ, для которых нюх лишь вспомогательное средство. И хотя запах крыс весьма силен, их противник в охоте за пищей больше полагался на зрение и верил лишь глазам. Поэтому вскоре вместо грызунов они стали пожирать себе подобных, оставив покоя невидимых животных. Это позволило крысам плодиться и плодеется. Так фирма ААА Попс оказалась неспособной остановить крысиное нашествие. Мы начали не с того конца. Спустя неделю не давшую результатов, глубокомысленно заметил Грегор. Прежде надо выяснить, почему крысы здесь стали невидимыми. Тогда мы сможем понять, как с ними справиться. Мутация! Упрямо стоял на своем Арнольд. Я не верю в это. Ни одно существо пока еще не стало невидимым в результате мутации. Почему это началось именно с крыс? Арнольд пожал плечами. Да вот вспомни хамелеона. Есть гусеницы, похожие на ветки деревьев, другие принимают окраску в форме листьев. У некоторых видов рыб естественная окраска настолько похожа на морское дно, что да-да-да-да-да-да, это всем известно. Нетерпеливо прервал его Грегор. Это называется мимикрия в целях защиты. Но стать невидимым? Некоторые виды медуз бывают настолько прозрачны, что сквозь них видно морское дно, а сами они как бы становятся невидимыми. Продолжал упорствовать Арнольд. Быстрый полет калибри делает тоже почти невидимой маленькую птичку, а землеройка прячется так искусно, что почти никому не попадается на глаза. Все эти виды уже на пути к превращению в невидимок. Это ерунда. Природа наделила всех живых существ средствами защиты, но она никогда не давала преимущества лишь одному какому-то виду. Это смахивает на телеологию, возразил Арнольд. Ты полагаешь, что природа есть определенная цель во всем, как у хорошего садовника, а я же утверждаю, что это слепой процесс усреднения. Конечно, в конце концов преобладает нечто среднее, но есть шансы для крайностей. Природа в конце концов придет к проблеме невидимого. Это ты рассуждаешь с позиции телеологии и пытаешься убедить меня в том, что целью мимикрии в природе является желание быть невидимым. Ну, так мне кажется, вот подумай. Да к черту эти рассуждения, устало сказал Грегор. Я не совсем точно знаю, что такое телеология, но мы находимся здесь 10 дней, и за это время поймали около 50 крыс из нескольких миллионов, и ни одна холера их не берет. Что будем делать дальше? Они сидели молча, прислушиваясь крику кружащего над полями висюка. Эх, если бы этим глазастым охотникам за грузунами еще и мозги в придачу, печально заметил Арнольд. Да уж, это охотники за видимой целью, а вот если бы они... Грегор неожиданно умолк уставился на Арнольда. Тот какое-то мгновение недоуменно смотрел на компаньона, а потом его мрачное лицо осветилось пониманием. Ну конечно! Грегор бросился к телефону и вызвал галактическую экспресс-службу по доставке грузов. Алло, примите срочный заказ. Экспресс-служба превзошла саму себя. Через два дня на пляшивой лужайке фермы Берни Спирит лежали доставленные земли десять небольших ящиков. Грегор и Арнольд перетаскали их в дом, а затем открыли первый. Из него с достоинством вышла большая великолепная горная кошка с лоснящейся шерстью и желтыми бесовскими глазами. Это была специальная порода, выведенная на земле, и ее охотничий инстинкт удалось обострить путем скрещивания с инопланетными разновидностями. Кошка мрачно посмотрела на мужчин и принюхалась. «Не надо питать особых надежд», «осторожно», сказал Грегор, следя за тем, как животное пересекает комнату. «Она ведет себя не так, как нормальные кошки». «А ну тихо», прошепил Арнольд, «не отвлекай ее». Кошка остановилась и, чуть склонив на бок голову, настороженно прислушивалась к писку и возне сотен невидимых крыс, без всякого страха, прибегавших мимо нее. Кошка принюхивалась и щурила глаза. «Ей здесь не нравится», прошептал Грегор. «А кому здесь может понравиться?» тоже шепотом ответил Арнольд. Кошка сделала осторожный шаг, а подняв переднюю лапу для следующего, вдруг опустила ее. «Она и не собирается охотиться», разочарованно промолвил Грегор. «Может, лучше выписать сюда терьеров?» Но кошка внезапно прыгнула, раздался отчаянный писк, похоже, она кого-то держала в лапах. Затем, сердит и мяукнув, впилась зубами в невидимую плоть, и писк прекратился. Зато он значительно усилился по всем углам. Кажется, крысы были в панике. И тогда Грегор, не колеблясь, выпустил еще четырех кошек, оставив пятерых про запас. На несколько минут комната превратилась в бойню, друзьям пришлось покинуть ее, нервы могли не выдержать такого. «Ну что ж, самое время отпраздновать», сказал Арнольд, открывая одну из припасенных им бутылок бренди. «Пожалуй, рановато», нерешительно промолвил Грегор. «Так отчего же, кошки знают свое дело, все идет отлично. Кстати, напомни мне, чтобы я заказал еще несколько сотен этих замечательных «Хорошо, напомню». «А что, если крысы снова станут осторожничать?» «В этом-то и весь смак», заметил Арнольд, наливая в стаканы бренди. «Какими бы хитрыми ни были крысы, для кошек они всегда мясо. А если вдруг вернуться в прежнее видимое состояние, испробуем на них оборудование Моргана?» Грегор не возражал. «Крысы не выживут, если их взять в клещи. С одной стороны когти и зубы, а с другой Морганизация. Через неделю здесь все будет в полном порядке, фирму ждет неплохая прибыль». «Предлагаю тост заземных кошек», поднял стакан Арнольд. «Присоединяюсь», поддержал его Грегор. «Пью за храбрую, простую и разумную земную кошку». «Крысы невидимки не могут сбить толку нашу кошку». «Она поймает и съест любую крысу, видит Грегор, прислушиваясь к душераздирающим воплям и писку за стеной. Вся эта какафония звучала для компаньонов как самая сладкая музыка». «Тостов было много и все в честь многочисленных и достойнейших качеств земной породы кошек». «Потом пошли тосты за саму планету Земля и наконец за другие родственные ей миры по алфавиту начиная с Абака». Брэнди кончился где-то на Глострее. К счастью, хозяина фермы оказалась неплохая коллекция местных вин. Арнольд отключился на тосте в честь Уонликса, Грегор же, совсем чуть-чуть не дотянув до конца алфавита, положил руки на стол, уронил на них голову и заснул. Проснулись они поздно с неизбежной головной болью, неприятным ощущением желудки и болью в окоченевших суставах. Вдобавок ко всему вскоре выяснилось, что и храбрые, умные и разумные кошки с планеты Земля куда-то исчезли. Друзья обыскали весь дом, все амбары, лужайки и даже поля, разрыли крысиные норы и даже заглянули в заброшенный колодец. Кошек не было, они исчезли, не оставив после себя даже клочка шерсти. А тем временем крысы все так же весело и беззаботно бегали по дому, чувствуя себя в полной безопасности, ведь они по-прежнему были невидимы глазу. «И это после столь отлично проделанной работы?» сокрушался Арнольд. «Ты думаешь, крысы дали кошкам хороший отпор?» «Нет, не думаю», ответил Грегор. «Это противоречило бы их крысиной сути. Скорее похоже на то, что кошки сами разбежались». «Но здесь у них столько отличной еды!» недоумевал Арнольд. «Такого просто не бывает с кошками». «А ну, кис-кис-кис!» последний раз позвал Грегор, но вместо знакомого мяуканья услышал лишь довольный писк по-прежнему беззаботного полчища крыс. «Мы должны узнать, что произошло», решительно сказал Арнольд, подходя к ящикам с оставшимися пятью кошками. «Мы повторим эксперимент, но на сей раз будем все держать под контролем». С этими словами он, вытащив из ящика новую кошку, надел на нее ошейник с колокольчиком. Потом Грегор закрыл в доме все двери и охота началась. Кошка яростно кинулась на добычу и вскоре компаньоны фирмы ААА Попс наконец-то собственными глазами увидели тех, кто побывал в острых кошачьих зубах. Вместе с жизнью крыс покидала их загадочная способность к невидимости. «И все же это не ответ на наши вопросы», возразил Арнольд. «А ты потерпи и продолжай наблюдать», велел ему Грегор. Немного вздремнув, кошка попила воды и снова принялась за работу. Теперь Арнольд осморел сон, но Грегор продолжал наблюдать, и его посещали мысли одна мрачнее другой. Он отлично понимал, что полмесяца они уже потеряли, а крысиное полчища не уменьшилось. Кошки в принципе могли справиться, но если после нескольких часов они теряют к охоте интерес, то во сколько же фирме обойдется полное уничтожение крыс? Возможно, терьеры справятся с этим лучше, или с ними произойдет то же самое. И вдруг, охнув, он стал тормошить Арнольда. «Это ты что?» Сердит огрызнулся тот, просыпаясь и оглядываясь вокруг. Там, где только что друзья могли видеть решительную занятую ловлей крыс-кошку, теперь остался только ее ошейник, висевший в воздухе над полом. Колокольчик продолжал весело позвякивать. «Кошка тоже превратилась в невидимку?» взвыл Арнольд. «Да как это могло случиться? Почему?» «Должно быть, что-то сожрало», промолвил Грегор, в испуганном недоумении наблюдая за перемещениями «Но кошка ела только крыс». Приятели посмотрели друг на друга так, будто одна и та же мысль внезапно осенила их. «Значит, умение крыс становиться невидимыми не имеет никакого отношения к мутации?» воскликнул Грегор. «Сколько раз я твердил тебе это? Подобное свойство так не передается. Следовательно, крысы тоже чего-то поели». Арнольд кивнул в знак согласия. «Я очевидно, это произошло, когда кошка вдоволь наелась крысами». Потому что творилось в комнате, они догадались, невидимая кошка продолжает пожирать невидимых крыс. «Все они должны быть где-то здесь в доме», заметил Грегор. «Только вот почему не откликнулись на зов?» «Кошки существа независимые», высказал предположение Арнольд. Позвякивал колокольчик, ошейник опустился пониже к полу и продолжал рывками перемещаться из стороны в сторону. Грегор уже было подумал, что им не стоит так огорчаться, раз кошка продолжает ловить крыс. Но пока он размышлял об этом, колокольчик умолк. Ошейник неподвижно лежал на полу посреди комнаты, а затем и он стал как бы растворяться, пока окончательно не исчез. На полу не осталось ничего. Грегор обескураженно смотрел на то место, где только что лежал ошейник. Этого не было, этого не могло произойти, произнес он еле слышно. Но, к сожалению, он видел, что это произошло. Он больше не знал ничего о кошке, прыгает она или крадется, наступает или отступает. Невидимая кошка просто исчезла. Хотя времени у компаньонов почти не осталось, они понимали, что все придется начинать сначала. Им необходимо узнать, почему крысы и кошки становятся невидимками. Арнольд закрылся в лаборатории, которую сам себе соорудил и стал брать пробы почти всего, что окружало дом. Глаза у него покраснели от напряжения и долгих часов, проведенных над микроскопом, он порядком осунулся и вздрагивал при каждом звуке. А Грегор продолжал вмонтировал ей в ошейник крохотный радар, подающий сигналы. Но произошло все то же, что и с ее предшественницей. После нескольких часов активной охоты кошка стала невидимой, а затем вовсе исчезла. Умолк и радар. Теперь Грегор сосредоточил все свое внимание на оставшихся трех кошках. Восьмую и девятую он поместил в отдельные клетки и кормил строго дозированными кусочками крысиного мяса. Когда по прошествии нескольких часов кошки стали невидимыми, Грегор перестал класть корм в клетку восьмой, но по-прежнему продолжал давать крысиное мясо девятый. Кошка номер девять исчезла без следа, как и все до нее. А вот кошка номер восемь, хотя и была невидимой, но продолжала существовать. У Грегора в связи с этим состоялся долгий, на высоких тонах телефонный разговор со своим клиентом, фермером Сира. Тот попросил фирму ААПОПС, уплатив небольшую неустойку, прекратить дальнейшую работу и уступить ее более солидной и опытной компании. Грегор наотрез отказался. Потом правда засомневался в правильности решения. Разгадать загадки фермы Берни Спирит дело, конечно, не из легких, может затянуться на многие годы. Одна тайна невидимости зверей чего стоит. Но хуже всего было полное их исчезновение. Оно практически не оставляло шансов на успех. Грегор ломал голову над этими проблемами, когда в комнату вошел Арнольд. Вид у него был какой-то ошалелый, на губах играла улыбка идиота. «Вот, смотри», сказал он, протянув Грегору руку ладонью вверх. Грегор посмотрел на пустую ладонь Арнольда. «А что это?» спросил Грегор. «Всего лишь секрет наших невидимок», торжествующий хихикнув ответил Арнольд. «Но я ничего не вижу», осторожно, сказал Грегор, пытаясь вспомнить, как в таких случаях следует вести себя с сумасшедшими. «Ну, конечно, не видишь», торжествовал Арнольд. «Это же невидимка». Грегор продолжал пятиться от него до тех пор, пока не убедился, что их разделяет стол. «Отличная работа, старина», успокаивающий произнес он. «Твоя ладонь войдет в историю. Может, расскажешь, что все это значит?» «Да перестань ты высмеивать меня, идиот», огрызнулся Арнольд, продолжая стоять с протянутой рукой. «Ты ничего не видишь, но в моей ладони кое-что есть. Потрогай». Грегор нерешительно протянул руку. На ладони Арнольда лежало нечто, казавшееся на ощупь кучкой жестких листьев. «Невидимое растение», догадался Грегор. «Вот именно. Вот он виновник наших бед и неудач». Арнольд тщательно обследовал все вокруг дома и сделал массу проб, но безрезультатно. Но однажды, прогуливаясь, увидел на лужайке голое пятно без признаков растительности, а потом заметил, что такие пятна повторяются во многих концах лужайки и обратил внимание на расположение пятен. Было похоже, что они аккуратно размечены. Нагнувшись, Арнольд стал внимательно разглядывать странную плешь. На ней ничего не росло, почти голый грунт, но только почти. Арнольд потрогал его рукой и тут обнаружил, на голой земле росло нечто, и это нечто было невидимым. Насколько я понимаю, это совершенно незнакомое нам растение невидимка. Откуда оно попало сюда? Из тех мест, где пока еще не ступала нога человека, уверенно ответил Арнольд. Полагаю, что предок этого растения когда-то летал в космосе в виде микроскопической споры, и в конце концов его занесло на орбиту планеты Сир. Спора упала на лужайку фермы Берни Спирит, пустила корни, растение расцвело и дало семена, вот и все. Мы знаем, что эти крысы травоядные, с достаточно хорошим обонянием. Видимо, растение пришлось им по вкусу. Но оно невидимо. Крыс это мало беспокоит. Невидимость слишком сложное понятие для разума грызунов. Ты считаешь, что они все ели его? Нет, не все, но у тех, кто ел, оказалось больше шансов выжить. Их не могли увидеть такие хищники, висюки и дрыги. Своё пристрастие к этому растению крысы передавали потомству. Затем появились наши кошки, которые стали поедать крыс-невидимок в таких количествах, что сами стали невидимыми. Отлично, но почему они вдруг исчезли? Это же совершенно ясно, сказал Арнольд. Крысы, кроме невидимой, ели и другую, нормальную пищу, а кошки только крыс. Они получили слишком большую дозу этого таинственного препарата. Большая доза приводит к исчезновению, но куда? Возможно, когда-нибудь мы узнаем, но сейчас нам предстоит работа. Надо выжечь эти участки. Когда организм крыс избавится от яда, они снова превратятся в нормальных грызунов. Там уж наши кошки доведут своё дело до конца. Я надеюсь, что так оно и будет, неуверенно согласился Грегор. Они решили применить переносные огнемёты. Отыскать участки травы-невидимки на густых зелёных лугах Берни-спирит было проще простого. На этот раз невидимость растений сделала их лёгкой добычей. К вечеру Грегор и Арнольд выжгли дотла все участки с проклятой травой. А на следующее утро, обходя пепелище, были удивлены новыми восходами. «Ну, не следует тревожиться», успокоил друга Арнольд. «Видимо, трава дала семена до того, как мы её выжгли. Но это будет последний урожай». Ещё один день ушёл на повторное уничтожение. Лужайка была выжжена почти вся. К вечеру галактическая экспресс-служба доставила новую партию кошек. Поместив их в клетки, друзья решили оставить свой боевой резерв на тот день, когда крысы снова обретут видимый облик. Утром следующего дня на выжженом грунте лужаек появились новые восходы. Компаньоны межпланетной службы ААА-Попс устроили срочное заседание. «Это идиотская затея», заявил Грегор. «Но это наш единственный выход», настаивал Арнольд. Грегор упрямо мотал головой. «Тогда что нам делать?» наседал Арнольд. «Ты можешь что-то предложить?» «Нет». «У нас осталось всего неделя до истечения срока контракта. Мы и так уже потеряли часть гонорара. А если совсем не справимся с работой, нас просто вышвырнут из этого бизнеса». Арнольд поставил на стол миску с невидимым растением. «Мы должны знать, куда исчезают кошки, съевшие крыс, которые нажрались этой дреной травы». Грегор вскочил и зашагал по комнате. «Они могут оказаться по другую сторону какого-нибудь солнца, если на то пошло». «Ну, тогда придется рискнуть», сурово промолвил Арнольд. «Хорошо», вздохнув, смирился Грегор. «Начинай». «Что?» «Я сказал, начинай». «Я?» «А кто же еще? Я не стану есть эту дрянь, это была твоя идея». «Но я же не могу». Арнольд даже вспотел от испуга. «Я же единственный исследователь в нашей фирме, я, я, я должен остаться здесь, собирать и сопоставлять данные, кроме того, у меня аллергия на зелень». «На этот раз собирать и сопоставлять буду я». «Но ты же не умеешь, я должен работать над новыми красителями, мои записи понятны только мне, ты в них не разберешься, кроме того, в ретортах готовятся новые смеси, я вот собираюсь провести опыт из цветочной пыльцой на... «Ладно, ты разжалобил меня», устало промолвил Грегор. «Сдаюсь». «Но это будет по-настоящему в последней». «Обещаю, старина». Арнольд быстро вытащил из миски пригоршню невидимой травы. «Вот, жуй, жуй. Отлично, бери еще. Ну, какая она на вкус?» «Похожа на капусту», пробормотал жующий Грегор. «В одном я уверен», промолвил Арнольд. «В таком теле, как твое, эффект не может быть длительным. Организм избавится от яда довольно быстро. Ты почти сразу снова станешь самим собой». Меж тем, Грегор уже почти растаял, видимо, оставалась только его одежда. «Ну, как ты себя чувствуешь?» допытывался Арнольд. «Да как всегда, никаких изменений». «Ну, съешь еще». Грегор отправил в рот последние две щепотки травы. И тут же исчез вместе с одеждой и прочим. «Грегор!» испуганно позвал Арнольд. «Ты здесь?» Ответа не последовало. «Он исчез», промолвил Арнольд. «А я даже не пожелал ему доброго пути». Арнольд вернулся к своим ретортам и чуть уменьшил под ними пламя. Поработав минут пятнадцать, он вдруг все бросил и обвел глазами пустую комнату. «Эх, это ничего, что я не успел пожелать ему доброго пути», сказал он вслух. «Ему ничего не грозит». Потом приготовил себе ужин. Поднося вилку ко рту вдруг остановился. «И все же жаль, что я не попрощался с ним», пробормотал он виновата. Но тут же решительно прогнал все мрачные мысли и вернулся к своим опытом. Арнольд провел в лаборатории всю ночь, а на рассвете смертельно устал и рухнул на кровати и тут же уснул. Проснувшись после полудня и наспех поев, он снова занялся опытами. После исчезновения Грегора прошли сутки. Вечером позвонил серианин, и Арнольд заверил его, что крысы под контролем, и окончательная победа – это лишь вопрос времени. Затем Арнольд заново перечитал по истреблению грызунов, проверил оборудование, заменил кое-где проводку в марганайзере, обдумал еще одну идейку по поводу нового вида крысоловок, прошелся огнем по свежим порослям чертовой травы и наконец лег спать. А когда вновь проснулся, первое, о чем подумал, было, что с момента исчезновения Грегора прошло 72 часа. Может случиться так, что он уже никогда не вернется. «Грегор принес себя в жертву науки», успокаивал себя Арнольд. «Я поставлю ему памятник». Но это казалось такой мизерной данью памяти друга. Он должен был сам съесть эту капусту. Грегор всегда терялся в трудных обстоятельствах. Да, он был храбр, этого у него не отнять, а вот приспосабливаться не умел. «Впрочем, по ту сторону невидимого солнца никакое умение приспособиться не поможет. Попробуй выжить, например, в космическом вакууме или...» Тут Арнольд услышал за собой какой-то шорох и быстро обернулся. «Грегор!» радостно закричал он. Но это был не Грегор. Существо, стоявшее перед ним, оказалось не выше одного метра в длину, но имело много рук и ног. Оно было розовато серым от изрядного слоя грязи, а за спиной у странного гостя болталась котомка, судя по всему, довольно тяжелая. Странно вытянутую и сужающуюся к макушке голову незнакомца венчал островерх и головной убор. Впрочем, это и была вся его надежда. «Вы, я надеюсь, не Грегор?» робко справился Арнольд, слишком потрясенный, чтобы действовать разумно. «Конечно нет», ответило существо. «Я Хэм». «О, а вы случайно не встречали моего партнера? Его зовут Ричард Грегор. Он на добрых полметра выше меня ростом, худощав и...» «Конечно я встречал его», подтвердил Хэм. «Разве он не здесь?» «Нет». «Странно. Надеюсь, с ним ничего не случилось?» Гость сел и тут же принялся скрести себя под тремя под мышками. Чувствуя легкую дурноту от подступающего страха, Арнольд спросил. «А вы откуда?» «С планеты Ол, конечно», ответил Хэм. «Мы там сеем наш скомп, а здесь он дает свои всходы». «Подождите, простите, одну минуту». Арнольд тяжело опустился на стол. «Прошу вас, начните сначала». «Все очень просто. Испокон веков жители планеты Ол выращивали скомп. На ранних стадиях своего созревания это растение исчезает на несколько недель, а потом уже в зрелом состоянии снова появляется на полях нашей планеты. Мы собираем его и употребляем в пищу». «Вы говорите слишком быстро, я не все понимаю. А где находится ваша планета?» «Грегор считает, что Ол находится в параллельном мире. Я ничего об этом не знаю. Ваш Грегор появился на моем поле месяца два тому назад. Это он обучил меня английскому языку, а затем два месяца назад?» растерянно повторил Арнольд и призадумался. «Разница во времени, я полагаю. Ну ладно, рассказывайте дальше». «Нет ли у вас чего-нибудь поесть?» неожиданно спросил Хэм. «Я не ел три дня, не мог, сам понимать». Арнольд безмолвно протянул ему ломоть хлеба и подвинул банку с джемом. «Когда была открыта новая территория», продолжал Хэм, «я первым решил рискнуть. Собрал всю свою живность, купил три жены класса Б и отправился в путь. И прибыв на место, я... «Остановитесь», умоляюще промолвил Арнольд, «какое это имеет отношение к моим вопросам?» «Именно так все и произошло, не перебивайте». Почесывая одной рукой зудящее плечо, а двумя другими запихивая в рот хлеб с джемом, Хэм продолжал. «Я прибыл на новую территорию, посеял здесь скомб. Посевы взошли, скомб зацвел и исчез, как и положено. Но когда скомб снова появился на моем поле, он оказался изгрызенным какими-то вредителями. Ну что ж, фермеров часто ждут неудачи. Я посеял скомб еще раз. Урожай вновь оказался никудышным. Это разозлило меня. Но я решил продолжать посевы. Мы пионеры народ упорно, вы это знаете. Но я был уже готов отступить, бросить свою затею и вернуться к цивилизации, как вдруг и появился ваш партнер. «Подождите, дайте разобраться», перебил его Арнольд. «Вы из параллельного мира, значит, для того, чтобы получить урожай вашего скомба, его надо выращивать до полной зрелости в двух параллельных мирах». «Совершенно верно. По крайней мере, так объяснил мне ваш Грегор». «Странный способ выращивать сельскохозяйственные культуры». «А нам подходит», обиженно сказал пришелец планеты Оул. Теперь он одновременно чесал себя под четырьмя коленками. Грегор объяснил нам, что семена могут попасть на любую даже незаселенную планету вашей вселенной. На сей раз, когда я высадил скомб на новой территории, он взошел здесь». «А-а-а-а-а-а-а!» торжествующе воскликнул Арнольд. «Что значит «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а?» Грегор не говорил, что есть такое слово. Ладно, он все равно помог мне. Сказал, что незачем бросать свои поля на новой территории, просто я должен засевать скомп на других участках. Грегор объяснил, что между параллельными мирами нет сходства один к одному. Хотя я и не понимаю, что это там все значит, а то, что я принес, это плата за другую услугу. С другим стуком он уронил свою тяжелую котомку на пол. Арнольд развязал ее и заглянул внутрь. Там были желтые слитки, похожие на золото. И в это время зазвонил телефон. Арнольд схватил трубку. «Алло!» — услышал он голос Грегора. «Хэм еще у тебя?» «Да». «Он все тебе объяснил о параллельных мирах, о том, как выращивают скомп?» «Мне кажется, я начинаю понимать, но...» — промолвил Арнольд. «Теперь слушай, что я тебе скажу», — перебил его Грегор. «Перед тем, как мы уничтожили всходы скомпа на нашей лужайке, Хэм успел посеять его вновь на своей планете. Поскольку в его мире время тянется медленнее, у нас на Сире всходы появились в течение одной ночи. Но этого больше не случится. Хэм будет сеять скомп на других полях. И если ты уничтожишь всходы, они уже никогда не появятся. Пережди недельку, а там и выпускай кошек с марганайзером на пару». Арнольд крепко зажмурился. Грегору понадобилось два месяца, чтобы все это продумать и проверить. А ему не удалось. Просто не хватило времени. «А как быть с Хэмом?» — спросил он Грегора. «Он пожует своего скомпа и вернется домой. Нам пришлось немало поголодать, пока этот дряжь вышла из нас, и мы оба сумели попасть в наш мир». «Ну, хорошо», — покорно сказал Арнольд. «Но мне кажется...» «Эй, погоди! А где же ты сейчас?» Грегор довольно хохотнул. «Ты же знаешь, между параллельными мирами нет сходства один к одному». Я стоял на краю поля, когда действие скомпа на мой организм прекратилось. И я таким образом оказался на планете Тул. «Так это ж на другом конце галактики!» «Я знаю. Встретимся на Земле. Не забудь привезти золотые слитки». Арнольд повесил трубку, а Хэму уже и след простыл. Только когда Арнольд вспомнил, что не спросил у Грегора, что это за другая услуга, за которую инопланетянин заплатил чистым золотом. Об этом Арнольд узнал позднее, когда они с Грегором вернулись на Землю в свою фирму ААА Попс. Крысы на планете Сир, как и ожидалось, снова обрели привычный облик и были, соответственно, уничтожены с помощью кошек и марганайзера. Условия контракта фирма выполнила. Пришлось, конечно, поступиться частью прибыли и уплатить штраф за двухнедельную просрочку. Но эта потеря была с лихвой восполнена золотыми слитками пришельца с планеты ОООЛ. «Его поля пострадали от наших кошек», рассказал Арнольду Грегор. «Они будоражили и даже пугали скот. Я отловил всех кошек и продал их центральному зоопарку планеты ОООЛ. Там никогда не видели подобных зверей. Мой клиент и я разделили выручку». «Ну что ж», – задумчиво промолвил Арнольд и почесал в затылке. «Все, получается, сложилось как нельзя лучше». «Ну да, я тоже так считаю». Сказав это, Грегор энергично поскреб зудящее плечо. Арнольд внимательно посмотрел на него, но тут же почувствовал, как и у него зачесалась грудь, затем голова, нога и вообще чесалось все тело. «Боюсь, не все еще кончилось», – заметил Грегор. «Почему ты так считаешь?» – спросил Арнольд и начал яростно чесать левое плечо. «Что случилось?» «Хэма, нельзя назвать частюли, это верно. Да и сама планета ОООЛ довольно грязное место». «Ну и что с того?» «А то, что я похожа, набрался там в шеи», – ответил Грегор, отчаянно скребя живот. «В шее невидимок, как ты сам догадываешься». Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек. Это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое!